Дни Эрмитажа Дни Эрмитаж Дни Эрмитажа тем для всех музейщиков, потому что сохранять темперную живопись достаточно сложно. И я думаю, что те реставраторы, которые к нам приехали, а это к нам приехали коллеги из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Якутска, они найдут для себя очень много интересного в общении с коллегами из Государственного Эрмитажа, у которых, конечно, большой опыт работы в плане реставрации темперной живописи. Также в рамках Дней Эрмитажа у нас открыта уникальная выставка, потому что у нас проходят третьи мастер-классы, несмотря на то, что вторые Дни Эрмитажа. То есть стартовали мы еще задолго до того, как была высказана идея проведения Дней Эрмитажа. Эта идея принадлежит Михаилу Борисовичу Петровскому, генеральному директору Государственного Эрмитажа, который сказал, что хорошо было бы, что в преддверии открытия центров, которые планируются в России, в разных городах, начинать работу, чтобы уже сейчас готовить публику к тому, каким будет Эрмитаж здесь, с его приходом, что он дает. Что это не только выставки, но здесь и профессиональное сообщество музейщиков работает, что это, конечно, лектории, что это большие программы для работы с детьми, для юношеской аудитории. Поэтому у нас будет и лектории тоже, специалисты из античного отдела приедут. У нас замечательная выставка работает последнюю неделю, где экспонируется Апулийский кратер 4 века до нашей эры, прикосновение к античности. У нас, как я уже сказала, развернута выставка, которая посвящена 50-летию реставрационной мастерской Приморской государственной картинной галереи. То есть в предыдущем году у нас был юбилей, нам было 50 лет, а в этом году юбилей реставрационной мастерской живописи, потому что уже спустя год после открытия галереи руководство того времени понимало важность и необходимость создания реставрационной мастерской. И сегодня мы понимаем, что любой музей без реставратора, конечно, ему очень сложно приходится, потому что реставратор выполняет ту работу, которую зачастую мы ведь с вами не видим. Мы приходим, мы видим замечательные произведения, они в прекрасном состоянии, экспонируются, им ничего не угрожает. А на самом деле они так же болеют, как и люди. Поэтому и все эти моменты следят за ними. Это как раз художники-реставраторы. У нас в эти дни работает выставка, где можно посмотреть произведения и как с ними работали реставрации, как они выглядели до, как в процессе и, в общем, какие они сейчас. То есть можно изучить такую терминологию реставрационную. Эрмитажная библиотека работает. В прошлом году было передано более 100 изданий, и в этом году тоже государственный эрмитаж нам передал более 100 изданий. Это каталоги к выставкам, монографические выставки, каталоги, освещающие современное искусство, которое экспонировалось в Эрмитаже, научные труды сотрудников. И, конечно, пожалуй, такая самая захватывающая часть настоящих дней Эрмитажа – это кинотеатр виртуальной реальности «Эрмитаж VR», где можно погрузиться и вместе с Константином Хабенским пройтись по Эрмитажу, узнать его историю в течение 18 минут, в общем-то, очутиться в прошлом вместе с Екатериной, с Александром, то есть и пройтись по залам государственного эрмитажа. И с сегодняшнего дня также еще доступен виртуальный зал, знаменитый зал античности или зал Юпитера, как его называют в государственном эрмитаже. Один из красивейших залов, где представлена античная скульптура, где можно перемещаться от одной скульптуры к другой, прямо просто практически во всех деталях рассмотреть фактуру, увидеть какие-то совершенно уникальные нюансы, которые недоступны, когда ты видишь большую скульптуру, не можешь подняться. То есть все это у нас доступно в рамках Дней Эрмитажа. Добро пожаловать! Александр, а как работает клуб в Дней Эрмитаже? Что предлагаете вы? Клуб в Дней Эрмитаже, ну мы, надо сказать, что мы открылись, прошлый наш первый сезон состоялся весной, и мы затеяли, я здесь, позвольте, расскажу с самого начала. Мы с Аленой Алексеевной затеяли эту программу, и не случайно такое название, которое как бы объединяет и музыку, и живопись. Мы затеяли это как именно форму общения, если хотите, форму подготовки жителей города Владивостока, любителей, почитателей изящных искусств. А, как вы знаете, было такое общество до революции в городе, и в картинной галерее сегодня это общество активно возрождается. Так вот, мы затеяли это именно с тем, чтобы приблизить почитателей изящных искусств, рассказать им действительно об этом, показать. И если первый наш сезон, который был в апреле, в мае, в июне, он был посвящен западноевропейскому искусству, то вот второй сезон, который мы открыли в сентябре, он посвящен русскому искусству. И вот Алена Алексеевна уже сказала о мастер-классе, связанном с темперной живописью, а мы первый сезон открыли, собственно говоря, со встречи, посвященной русской иконе. Это тоже пишется темперой. И мы, в том числе, рассказали эту непростую технологию, она довольно сложная, почему иконы чернеют, темнеют, почему. А дальше наших жителей, наших гостей, их пока немного, но я думаю, что скоро их будет достаточно. Дальше мы будем знакомиться с русским искусством в разных проявлениях, опираясь преимущественно на ту коллекцию, на то собрание, которое существует в картинной галерее. Это, конечно же, и живопись XIX века, это, конечно же, и передвижники. Но все это будет сопровождаться, и я бы даже сказал, иллюстрироваться, что ли, музыкой, музыкой того времени. Таким образом, ну как бы человек, попадая к нам, он в объеме, что ли, получает информацию о том периоде. Вообще, надо сказать, вот Алена Алексеевна совершенно справедливо сказала, что необходимы программы для школьников, для юношества, для студентов. Мне есть, позвольте, сейчас родилась такая мысль, мы же на городском телевидении, может быть, имеет смысл обратиться, чтобы действительно можно день провести в каждом из залов картинной галереи. День. И это программа, которую можно совершенно замечательно распространить на целый учебный год, когда определенный класс в определенный день в течение всего года посещает. Но здесь должна быть добрая воля не только родителей, не только администрации школы, но и, видимо, города. Но я думаю, к этому в конце концов придем, потому что все-таки перед городом, как уже было сказано, стоят очень большие культурные задачи. И Эрмитаж, и Русский музей, и Третьяковка. И все эти проекты, которыми, так сказать, занимается и руководит Алена Алексеевна, все эти проекты, они нуждаются не только в качественном менеджменте, они нуждаются еще и, если хотите, в качественных потребителях, в качественных пользователях. Поэтому вот я смею заявить, что вот наш проект, музыкальный вернисаж, он в какой-то степени и выполняет. Да, выполняет эту задачу. Да, совершенно верно. Я с вами абсолютно согласна. И мне кажется, очень хорошо, что мы сегодня поднимаем с вами этот вопрос. Валерий Абисалович Гергеев, если не ошибаюсь, на одной из пресс-конференций говорил о том, что сейчас действительно стоит задача с появлением приморской сцены Мариинского театра. Это замечательно у нас в городе. У нас есть кинофестиваль, у нас есть Приморская государственная картина и галерея, ваш клуб. Главное, не просто, как раньше мы привыкли прийти, посмотреть и уйти. Сейчас у нас есть возможность действительно всецело знакомиться с различными видами искусства. И нужно все-таки учиться уже, наверное. Ведь если человек знает, что он видит, он получает от этого максимальное удовольствие, насколько я понимаю. И очень правильно, мне кажется, Александр заметил, что, знаешь, как говорят, хороший преподаватель литературы не будет рассказывать исключительно о литературе. Это и философия, это и музыка того времени. И история, конечно. И история. И вот очень здорово, что именно ваш клуб как раз поддерживает именно такую идею. Да, надо сказать, если позвольте, Алена Алексеевна, надо сказать, что мы ведь как формируем нашу концепцию, нашу программу, это возможность действительно послушать в очень хорошем исполнении музыку того или иного композитора, современника. Скажем, вот мы делали, завершали мы первый сезон, на мой взгляд, очень симпатичным клубом, который был посвящен импрессионизму. Мы с вами знаем, что импрессионизм – это вообще замечательное явление в истории изобразительных искусств. Я, например, очень люблю импрессионистов. И ведь как импрессионисты появились в России? Благодаря двум людям, двум купцам, которые покупали это в Париже, Морозову и Щукину, и таким образом сформировалась коллекция импрессионистов и в Третьяковской галерее, прошу прощения, и в Пушкинском музее, и в Государственном Эрмитаже. А что делали наши... Ну, я человек, недавно приехавший во Владивосток, 26 ноября будет два года, как я живу во Владивостоке, но уже смею называть, что и наши, как бы, отцы-основатели города. Они ведь активно создавали культурные пространства. Мне очень нравится история про двух купцов. Один построил театр на Светландской 1, а другой построил театр там, где сейчас филармония. И ведь они просто соперничали друг с другом, чтобы создавать это пространство, потому что понимали, что город не может развиваться только в каком-то одном экономическом или каком-то еще смысле. Он должен развиваться объемно и всецело. Поэтому здесь такая, как бы сказать, каждый житель города должен ответить себе на вопрос. А готов ли он к тому, что во Владивостоке функционирует Приморская сцена Мариинского театра? А готов ли он к тому, что во Владивостоке функционирует одна из лучших региональных картинных галерей? А готов ли он к тому, что во Владивостоке появится, ну, единственная на Дальнем Востоке? Единственная. Единственная на Дальнем Востоке филиал Государственного Эрмитажа. И эти вопросы, в свою очередь, должны побудить к реальным действиям. Согласна. Более того, сейчас перед нами стоит задача увеличивать туристический поток, в частности из Азии, безусловно, с которой мы успешно соседствуем. И я думаю, что это как нельзя лучше повлияет, опять же, правильно? Ведь если в Китае или в Корее или в Японии узнают о том, что здесь есть свой Эрмитаж, безусловно, туристы еще активнее будут приходить, приезжать сюда. Ну, уже сегодня есть спрос на определенную услугу, безусловно. То есть, например, заходы лайнеров, которые мы наблюдаем, и которые с каждым годом увеличиваются, их количество. И мы понимаем, что это туры выходного дня для многих жителей из Кореи, из Японии, из Китая. И они хотят получить в эти два дня с заходом максимум впечатления о городе. Это не только прогулка, это не только посещение. И у нас такой опыт был, когда вместе с посещением галереи, когда они смотрят произведения искусства, это все еще дополняется музыкальным сопровождением. Это может быть живое исполнение, это может развиваться, опять-таки, исполнение качественное, которое в соответствии подобрано с темой заданной. То есть, ну, вот это направление, оно очень востребовано. Я думаю, что в дальнейшем его можно очень активно развивать. Потому что это услуга, которая дает понимание о русской культуре. А русскую культуру все равно очень любят за рубежом. Да, может быть, знают частично только какие-то очень знаковые имена. Но мы должны им помочь раскрыть ее во всем многообразии. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Мне бы хотелось, чтобы Александр чуть более подробно рассказал о клубе «Музыкальный вернисаж». Кто может прийти туда? Все ли люди всех возрастов смогут посещать его? Расскажите, нам интересны все детали. Ну, я должен сказать, во-первых, и не потому, что Алена Алексеевна присутствует здесь, а потому, что это действительно была такая совместная работа. Мы долго размышляли и долго говорили о том, как это может быть. Потому что, действительно, в картийной галерее очень многое делается в аспекте музыкальном. И есть замечательный инструмент, который в надлежащем состоянии. Но очень хотелось бы, эта ниша, надо сказать, справедлива, не хотелось бы, как говорил один известный телеведущий, не хотелось бы никого обижать. Но, действительно, вот такая серьезная просветительская работа, именно с точки зрения компетентного рассказа о музыке, она, на мой взгляд, не в полной мере представлена в городе Владивостоке. А поскольку картинная галерея сегодня созидается как очень большой культурный центр, очень большой центр, который реализует большие проекты федерального, по сути дела, уровня, так вот, родилась такая идея создать синтез, синтетический проект, в котором можно было бы рассказывать о музыке и можно было бы рассказывать о жописи. Я должен сказать честно, что все-таки всю свою жизнь я занимался музыкой и оказался здесь именно благодаря ей и музыкальному театру. Так вот, и мы создали эту историю. Мы начали с барокко, мы начали с Вивальди, Венеции, и это замечательная живописная школа. Мы рассказали о классицизме и о Бетховене. Теперь, как я уже сказал, мы будем говорить о русской музыке. Это и «Могучая кучка», и «Мусоргский», и «Русская духовная музыка». Вот мы о ней говорили в сентябре. Как это работает? Это обозначено как клуб, это не лекция. Это очень важный принцип. Почему? Ну, потому что, во-первых, просто рассказывать лекцию мне лично скучно. Мне хотелось бы всегда, чтобы это был какой-то интерактив, какой-то диалог. И в этом диалоге публика активно участвует. Кто может прийти? Вы знаете, довольно разная публика. Это и дамы бальзаковского возраста, это и молодые девушки. Радостно, что приходят семьи, молодые семьи. Вы знаете, наверное, вы часто бываете в картинах галереи, в театрах, вы замечаете, что обычно дам гораздо больше, чем мужчин. Мужчины в этом смысле, народ гораздо инертный. Но, тем не менее, вот уже несколько раз к нам приходят просто семьи. Видимо, супруги одевают своих мужей в белые рубашки, просто и ведут. И, конечно же, дети. Ну, маленькие дети – это не очень наш формат, потому что все-таки они могут мешать. Но есть замечательные, милые дети шести, семи, десяти лет, которые с большим интересом слушают. И вот эта вот клубность, когда люди объединены стремлением что-то узнать новое, стремлением что-то познать. Как я уже сказал, вот в этом сезоне мы особенно близки к коллекции картинной галереи. И вот мы делали выставку, мы делали клуб об иконописи. И все, проходя мимо зал, где экспонируется эта коллекция, все останавливались. И для них это уже было, ну, скажем так, что-то абсолютно знакомое, понятное и известное. Вот. Что касается, я должен еще сказать, что мне, например, очень радостно, когда мы поздно заканчиваем. У нас два клуба в месяц одной тематики, да. Вот в воскресенье в 12 часов, так, чтобы был воскресный день еще свободен. И вечером в 19 часов после работы кто-то может приехать. И мне очень радостно, когда мы заканчиваем, группы, пары останавливаются у входа в картинную галерею и обсуждают что-то. В этом и есть такая клубность, в этом и есть процесс формирования единомышленников. Вот Алена Алексеевна упоминала о ВАЗе, приехавшей во Владивосток из Эрмитажа. А ведь клубы, они появились именно в античности, именно как возможность встречаться людям с одинаковыми интересами, с одинаковыми пристрастиями и обсуждать важные темы. Да, конечно, есть некоторые сообщения, которые имеют делать честь вот я. Но дальше, вот тот процесс, который дальше, он и подразумевает эту клубность. И еще, в этом сезоне мы сделали нововведение такое, вы об этом еще не знаете. Сюмпризис. Было две встречи, человек по 40, и в зале выяснилось, что ни один не смотрел фильм Андрея Рублев-Тарковского. Было дано задание посмотреть фильм Андрея Рублев, и начнем мы следующую встречу уже с обсуждения этой картины. Непростой, сложной, очень многослойной. Но это очень важно. Это очень важно. Вот как-то так в двух словах, и довольно сумбурно, но я постарался ответить на ваши вопросы. Мне бы хотелось дополнить, как слушатель этого клуба музыкального, мне, к сожалению, не удается посещать все, но несколько заседаний клуба у меня получилось послушать, побывать в этой атмосфере. Я хочу сказать, сама удивительная атмосфера, потому что Александр прекрасный рассказчик. То есть он говорит, что лекция мне неинтересна. И это действительно такой живой рассказ, когда с тобой говорят на одном языке, понимаете? То есть это доступно, это понятно. Это очень важный момент. И это, конечно, открывает посетителя, ему не скучно, а ему интересно, его затягивает. Причем у Александра он говорит, допустим, о вещах классицизма, показывает произведения. И тут же переходит на какие-то нюансы о жизни, которые известны, описаны в жизнеописаниях того или иного музыканта. Но мы, если этим серьезно не занимались, то и не знаем. А Александр так умело вплетает в рассказ, что это интригует, что это где-то удивляет. И ты смотришь, какие эмоции в зале. И вот правильно сказать, Александр, что обсуждение. То есть я тоже замечала то, что когда вот закончится, и все как-то вот даже не хотят расходиться. Все так сидят, потому что, ну почему? Ну живой разговор ведь хорошо, давайте еще что-нибудь. То есть вот это вот желание, это очень важно. То есть это важно, что вот публика проникается таким открытым, очень замечательным рассказом. И вот про задание не знал, но мне кажется, это какой-то новый такой еще вот формат появляется в этом общении, который будет, я думаю, очень интересным. Если позвольте короткую реплику. Есть такое очень вульгарное представление о том, что опера – это там, где можно хорошо выспаться. Что музей – это там, где много пыли, да? Ну есть. А вот эти вещи, которые происходят, и Дни Эльмитажа, и Клуб, который вот есть, музыкальный верный стаж, они делают музей, картинную галерею действительно живыми. И живыми не потому, что там что-то происходит, не потому, что там происходят какие-то события, а живые, потому что туда приходят люди, и они, как совершенно справедливо заметила Алена Алексеевна, не хотят оттуда уходить. Это очень важно. И я знаю, что, конечно, у вас в планах стоит такой момент, который действительно, собственно, то, ради чего это делается, чтобы это было не в новинку нашим жителям Владивостока, гостям города и Приморского края, а чтобы это стало такой доброй традицией и хорошей тенденцией к развитию данного вида искусства, не побоюсь этого слова, наверное. Здесь такой синтез искусств, потому что, мне кажется, нельзя вот так делить живопись, музыка, да, то есть это такое своеобразное, такое соединение. И мы ведь знаем примеры, как многие художники писали свои вещи, прослушивая музыку того или иного композитора. Мы знаем, что у многих художников были свои любимые авторы, да, вот. Это могли быть, конечно, разные эпохи, но при этом музыка и живопись очень тесно связаны. И мы знаем опыты, когда цвет раскладывается под музыкальный ритм, да, то есть и такие опыты существовали еще в начале 20-го столетия. Здесь, конечно, у нас такой большой очень просветительский аспект, и он очень важен, потому что с заходом крупных вот таких вот филиалов государственных музеев федеральных, да, это даст возможность уже потом интегрировать клуб, наверное, вот я так думаю, в выставки, которые тоже будут приезжать. И они будут приезжать не на один месяц, это от пяти до шести месяцев, и мы сможем говорить о какой-то теме, более уже погружаться в нее. То есть это клуб, который, я думаю, еще будет развиваться и расти, и его направления, они могут быть самыми разнообразными, они могут дополняться. Вот, поэтому это такое, в общем-то, живое образование, которое мне очень нравится. И я думаю, что оно будет дальше только нарастать и развиваться очень, причем очень успешно. И вот и детская аудитория наблюдала, и хотя Александр говорит, что совсем маленькие дети. Но вы знаете, я думаю, что, конечно, вот совсем маленькие сложно, потому что им просто сложно это, но вот дети 7-10 лет, это прекрасно, они слушают, они, им интересно. Они потом проходят с родителями по экспозиции или с бабушкой, и то, что они услышали, что они поняли из этого, пытаются проговорить, узнать, подтвердить. Они по-другому смотрят на эти картины, работы художников. Безусловно, они уже видят, и видят, к счастью, больше, чем многие взрослые. К сожалению, наше время подходит к концу, и нам пора заканчивать программу. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сейчас обратились к нашим телезрителям и пригласили их и на Дни Эрмитажа, и в клуб «Музыкальный вернисаж». Давайте это сделаем. Ну, мы рады всех приветствовать в Дни Эрмитажа, которые продлятся до 1 октября включительно на двух площадках Приморской государственной картинной галереи. Это Алиутская, 12, и будущий центр Эрмитаж Владивосток, Светландская, 38-40. С 11 до 19 часов мы вас ждем, приходите. Ну, и, наверное, надо сказать о тех выставках, которые вы готовите сейчас. О выставках, конечно. Ну, опять-таки, секреты. Безусловно, что два таких больших проекта будут стартовать в Приморской государственной картинной галереи. Один из них «Окна в Россию». Проект из государственной Третьяковской галереи, где будет представлено более 60 экспонатов, начиная с 20-х, 30-х годов, 20-го столетия и заканчивая 90-ми. Проект, где будет очень много знаковых произведений, знакомым нам с детства. Например, тот же знаменитое произведение «Утро Яблонской». Этот проект у нас стартует в конце ноября. И, конечно, выставка Ивана Константиновича Айвазовского, посвященная его 200-летию. Здесь, именно на Тихом океане, мы завершающий аккорд делаем в праздновании Великого Мариниста. Выставка будет называться «Иван Константинович Айвазовский – Великий Маринист». Да. Ну, а это очень красивый переход, потому что я работаю как раз-таки в том зале, где экспонируется картина Айвазовского. И он как бы, это может быть не очень корректно, но он как бы так выступает очень красивым, богатым таким задником. Да, да, да. Вот. Ну, действительно, как я уже сказал, мы работаем, вот у нас предстоит второй сезон. Это октябрь, 12-17-е. Мы будем говорить о живописи 18 века и о музыке этого периода. Клуб этот называется «Гром Победы, раздавайся». Это по первым строчкам стихотворения «Державина». Значит, в ноябре нас ждет разговор о передвижниках и о могучей кучке. И назвал я этот клуб «Шестидесятники XIX века». Вообще, это очень забавный феномен, так делая небольшое ответвление. Это забавный феномен. Мы все знаем о шестидесятниках XX века, а оказывается, были шестидесятники в XIX веке именно вот с таким особым ощущением. И завершаем мы в декабре, 21-24 декабря, в канун Рождества католического, рассказом о картинках с выставки Модеста Петровича Мусоргского и вообще о этой замечательной, трагической, но невероятно талантливой фигуре в русском и мировом искусстве. Вот, поэтому, кроме того, это очень важно. Мы в этом году запустили систему абонементов. Таким образом, держатель абонементов, ну, во-первых, он гарантирует себе присутствие в клубе, у него есть абонемент. А во-вторых, он, конечно, имеет возможность значительно сэкономить, приобретая билет. Поэтому мы ждем вас, разумеется, и в клубах «Музыкальный вернисаж» на Оллиутской, 12, в картинной галерее. Спасибо вам огромное, что нашли время к нам прийти. Спасибо, что пригласили. Я желаю вам побольше новых крупных масштабных проектов и, конечно, побольше гостей Приморской картинной галереи и клуба «Музыкальный вернисаж». Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова